Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум, или же Александр. И возможно, кто-то из вас даже не поверит своим глазам, потому что мы сегодня будем вновь играть в Симулятор Бомжа. Да, ребята, это возвращение самой легендарной игры на моём канале. Последний раз я в неё играл примерно два года назад, и до сих пор люди просят меня поиграть в неё вновь. И, пожалуй, я это сделаю, потому что вышло обновление, которое называется Population Update. И, в общем-то, я даже, честно говоря, не знаю, что в игре изменилось. И мы вместе с вами сейчас это узнаем, я надеюсь. Надеюсь, всё-таки что-то изменилось. Если кто-то не в курсе, то я буду играть за маленького мальчика-бомжонка, который вынужден выживать на улицах большого сурового города. И никто мне не поможет, только я сам могу себе помочь. Только от меня зависит моё выживание. Если я не найду еды, меня никто не накормит. Если я сам себя не согрею, меня никто не согреет. И, в общем-то, скорее всего, я просто-напросто замёрзну. А цель игры прожить три дня. Если я три дня не проживу, я замёрзну, умираю и, в общем-то, проигрываю. Если выживу, то очень хорошо. Правда, скорее всего, я не выживу, потому что мне никогда раньше не удавалось выжить. И я до сих пор не знаю, какая в игре концовка. Что ж, ребят, давайте начнём, начнём, наверное, собирать ресурсы. Пожалуй, я буду обустраивать жилище, наверное, где-нибудь вот здесь. Здесь уже есть несколько коробок. Здесь есть мусорный бак, в котором, скорее всего, лежит еда. Но, конечно же, мне этого будет недостаточно, потому что эти коробки очень жестокие по отношению к нашему маленькому бомжонку. Так как они горят очень-очень быстро и могут согреть меня буквально несколько минут. Так, пока день, я, пожалуй, пойду и всё-таки найду ещё какие-нибудь ресурсы и притащу их сюда, в мой самый милый добрый уголок. И, судя по названию обновления, здесь должны появиться какие-то новые живые существа. Или, по крайней мере, новые снеговики, которых здесь и так много. Но эти снеговики, посмотрите, они очень грубые, суровые. Они просто будут меня толкать, если я буду подходить к ним, да. Они просто пинают маленького мальчика. Ах ты, сволочь, а! Почему ты так жестоко относишься к маленькому бомжонку? Если бы я увидел маленького ребёнка, который голодает и мёрзнет на улице, я бы обязательно ему помог. Но эти снеговики не я, и они жестоки. Да, возможно, даже кто-то из них захочет меня убить. Правда, не знаю, захотят они это сделать или нет. По крайней мере, раньше ничего подобного не было. Но всё-таки здесь есть какой-то монстр непонятный, который бродит и поджидает того момента, когда мой малыш начнёт замерзать. Если я вдруг начну замерзать и падать, может появиться этот монстр, и он меня неслабо напугает. Что, в принципе, происходило раньше. Так, мужик, что у тебя с носом? Что у тебя с носом? А, всё нормально. И, кстати, ребят, я раньше пытался украсть морковку, потому что выглядит она очень аппетитно. И снеговику она явно не нужна. Может быть, получится сейчас. Отдай мне морковку, я её съем. Эй, мужик, ну ты чего, а? Неужели ты не поможешь мне? Неужели ты оставишь меня помирать? Ладно, хрен с тобой. Я знаю, что ты мне не поможешь. На что я надеялся, когда с тобой разговаривал, я не знаю. Так, давайте возьмём коробочку ещё одну и перетащим туда. Так, блин, 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 блин. У меня же очень много коробок. Лучше я пойду и поищу какую-нибудь провизию. Какой-нибудь провиант. Нужно больше еды. Я в основном умирал от голода, а не от холода. Такс, 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 такс. И, кстати, появился я в том же месте, что появлялся и раньше. Булки, булки, булки на витрине. Может быть, как-то можно эту витрину разбить? Давайте попробуем. Если я не попробую, я просто-напросто себе этого не прощу. Ведь в игре должно что-то измениться. Хватайся, коробка, давай. Давай, 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 давай. И попробуем грёбаного пекаря немножко застать врасплох. Ну, ах, нет, нет, нет. Пекарь тоже жестокий. Он поставил бронированные стёкла. Я даже не могу хлебушек украсть. И, блин, наступает ночь. Пожалуй, я не буду бегать, я лучше немного согреюсь. Как это будет происходить? Я должен достать спички и, в общем-то, поджечь одну из этих коробок. Но это не так просто, как кажется на первый взгляд. Спичка может в любой момент потухнуть. Давайте попробуем зажечь. Надеюсь, получится. Поехали! Нет, не получилось. Давай! Не может быть! Священный огонь озарил мои очи. И я всё-таки смогу согреться. Давай. Нет, 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 нет. Спичка потухла. Почему я так медленно всё делал? Давай. Ааа! 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 Как быть? Блин, у меня закончились спички. Они куда-то исчезли. Меня кто-то подставил. Кто же это мог быть? Кто за мной следит? Кто? Кто тушит мои спички? Может быть, этот самый монстр, про которого я рассказывал, находится у меня за спиной? Нет, никого нету. Фух, фух, фух. Такс, что у меня с температурой? Пока 36 градусов. Ага. Значит, можно коробки не поджигать. Я просто немного покушаю, ибо полоска голода у меня потихоньку уменьшается. Возьми этот леденец, возьми этот леденец, он очень вкусный, и скушай его. Правда, особо он мне не восстанавливает. Я видел это? Я это видел? Я... Вот. Вот об этом я и говорил. Вот об этом, ребята, я и говорил. Вот об этом я и говорил. Я лучше стану в угол. Я лучше стану в угол и съем консерву. Правильно, правильно, правильно. Надеюсь, больше этот монстр не появится. Фух. И я настолько сильно пересрал, что мой парень проголодался еще больше. И эту ночь я, скорее всего, не переживу. Блин. Все из-за этого монстра. Видимо, он и тушил мои спички. Как от него избавиться? Я не знаю. Ребята, у вас есть какие-то варианты? Я перед тем, как записывать, запустил игру. Немного побегал, чтобы посмотреть, обновилось что-то или нет. И, в общем-то, монстра не было. И, собственно, обновлений тоже я не заметил. Но, блин, сейчас было слишком как-то жестко. Слишком рано он появился. Обычно он так рано не появляется. Главное пережить эту ночь. Потом я отправлюсь и поищу немного спичек. Блин, у меня у самого сердца закололо. Ух. Это было неприятно. Не люблю я игры-хорроры. Не люблю. Слишком уж я какой-то впечатлительный. Поэтому я избегаю их. Нет, не надо, не надо больше, не надо больше. Никуда дергаться, не нужно никуда ходить. Просто стой и наслаждайся этой консервой. А знаете, ребята, что странно? Что мой малыш ест консерву вместе с жестяной банкой. А потом он удивляется тому, что умирает. Это... это неправильно. Такс, я даже не могу выйти из этого угла, чтобы дойти до мусорного контейнера и взять, поискать там еду. Я боюсь найти этого монстра вновь. И, кстати, ночь длится намного дольше, чем день. Но это и понятно, потому что зима. Такс, давайте посмотрим. Здесь что-нибудь есть? Блин, пустота. Суровые жесткие жители не выкидывают еду. Они это делают специально. Они все съедают, даже объедки. Они знают, что на улице живет маленький мальчик-бомж. Они хотят, чтобы я умер, не иначе. Блин, все-таки, по-моему, я сейчас умру. Но там есть еда. Есть еда, 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 еда. Как ее достать оттуда? Возьми этот гребаный контейнер, бак, и переверни. Блин, малыш слишком ослаб. Ну, я возьму срем хлебушек. Давай, 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 давай. Что у меня с температурой? Температура потихоньку падает. Ммм, уже 35,5 градусов. Печально. Так, и еда опять закончилась. А это что за объедки? Кусочек пиццы, по-моему, да? Блин, ну что это такое? Это смерть с косой. Вот, она появляется тогда, когда я при смерти. Да, это смерть. Наконец-таки я смог этого чувака разглядеть. Ну, вроде бы, я еще пока не умираю и не замерзаю. Даже температура немного восстановилась, когда я поел. Фух, ну и теперь я, по идее, этого парня не буду так бояться, как боялся раньше. Потому что я все-таки знаю, кто он и что от него ждать. Ну, оп, оп, оп. Еще, еще, еще леденец. Кушай леденец. Ах. Блин, 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 блин. Я думал, эта серия будет крутая и я смогу пережить эту ночь. Нет? Игра все такая же сложная, как и раньше. Блин, 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 блин. Не могу отойти. Если я не поем буквально минуту, то сразу умру. Так, получится взять? Нет, еду не получается взять. Переверни. Переверни этот баг. Так, ну же, ну же, еда почти выпала. Еще чуть-чуть. Так грустно, когда ты видишь еду, она так близко и так далеко, и ты не можешь дотянуться до нее. Это как смотреть на губы, которые не можешь поцеловать из ванильных пабликов. Фух, как это мерзко звучит. Банан был слишком маленьким. Эх, но все-таки малыш пережить ночь не сумел. Как бы грустно это ни звучало, но я, к сожалению, отправляюсь на небеса, надеюсь. Но еще не все потеряно. Я могу попробовать еще раз. И в этот раз я переживу хотя бы одну ночь. Да, я выжил ноль ночей, 18 часов и 50 минут. 23 декабря. Рестарт, конечно же, рестарт. Попробуем еще раз. Так, в этот раз я не буду тупить. И попробую найти где-нибудь, где-нибудь еще, наверное, спички. И какую-нибудь еду, надеюсь, смогу отыскать. Так, где-то здесь был парк, насколько я помню. Вот только где он был? Прошло уже два года, и, конечно же, я мог запамятовать. Хм, 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 хм. У меня всего лишь две спички. И просрать их проще простого, как вы, ребята, заметили. Такс, 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 такс. По-моему, по-моему, он был где-то, где-то, где-то здесь. И что это такое? Ресторан! И целая куча еды в ресторане. И ноль людей. Может быть, получится разбить эту витрину? Давайте, ребят, попробуем. И, кстати, да, если вы хотите увидеть продолжение этой игры, если вы хотите увидеть, как я пытаюсь выживать, и увидеть мои тщетные попытки, ставьте, пожалуйста, лайки. И, конечно же, продолжение не заставит себя долго ждать. И выйдет уже, может быть, завтра. Такс, ну, давай. Блин, картонной коробкой не получается разбить стекло. Оно и понятно. Может быть, можно найти что-то более такое существенное, более твердое, более тяжелое. Может быть, мусорный бак? Давай, возьми его. Нет, мусорный бак слишком тяжелый, и я не могу его поднять. А может быть, крышку получится поднять? Да, 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 да. Я попробую разбить стекло крышкой. Ах, не получилось. Давай. Давай, 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 давай. Почему ты присел? Вставай. Бери. Ну, бери. Отлично, вставай. И... Пошли. Нет, не получается. Блин. Опять я трачу время впустую. Ну же, ну же, витрина, ломайся. Я так хочу взять эту еду. Нет, 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 нет. Не буду этого делать. Возьму немного еды и побегу в парк. По-моему, он как раз-таки вот здесь. Да, все верно. Побежали, 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 побежали. Где-то там могут быть спички. И оба-на, еще какой-то новый объект, стройка. Там я никогда не был. Вау. Вау, вау, вау. Действительно, этого момента я еще никогда не видел. И, конечно же, я хочу посмотреть, что здесь. Так, интересно, интересно, интересно. Ведь игра действительно, походу, обновилась. Странно, что это произошло спустя два года. Блин, но здесь я не вижу ничего интересного. Может, как-то можно подняться наверх? Да, смотрите-ка, можно наверх подняться. Ха, прикольно, прикольно, прикольно. Я практически на вершине мира, но здесь ничего нет. Так, наверное, я все-таки спущусь. Ай, не падай, не падай, не падай, не падай. Спущусь и попробую отыскать что-нибудь здесь. Я видел коробку, но коробка мне не понадобится. Может быть, какой-то металлический объект получится найти? Ммм, нет. Просто куча коробок и спички! Да, зашибись, зашибись. Я нашел спички. И, кстати, ребят, здесь можно управлять руками. Если я прижимаю руки близко к себе, то мой малыш немного согревается, удерживает тепло. Если я руки отдаляю, он начинает мерзнуть. Ну, это прикольно. Давайте перевернем мусорный бак и посмотрим, есть ли там еда. Да, пожалуй, теперь я буду пытаться выживать именно здесь. Буду жить в этой трубе, как диаген. И, в общем-то, радоваться жизни. Хватай еду. И надо взять спички. Наверное, развести здесь костер. Это была бы разумная мысль. Так, взял спички. Бери коробку. И это будет наше маленькое импровизированное жилище. Надеюсь, здесь я смогу протянуть немного дольше. Хватай спички. Пять спичек. И поджигай! Да! Ха-ха-ха-ха! Не может быть! Ах, священный огонь озарил мою душу в очередной раз. И он не гаснет. Правда, я немного горю, когда подхожу к огню. Но это ничего страшного. Давайте будем поддерживать пламя, чтобы оно не тухло. И попробую выжить. И, кстати, ребят, здесь можно упасть и немного полежать на земле. У-у-у! И погреться. Правда, я не знаю. Это, наверное, была не очень мудрая мысль. Лежать на холодной бетонной трубе. Да, делать этого я, пожалуй, не буду. Лучше я потом найду какую-нибудь коробку, расстелю и лягу на нее. Такс, огонь. Нет, гасни. Для меня сейчас самое главное пережить хотя бы одну ночь. А все остальное ерунда. Потом я отправлюсь в другое место или даже туда, где я начинал. А вот, кстати, и коробка, на которой, наверное, можно будет полежать. Полежим? Да. Я могу лежать на коробке и, собственно, смотреть на небо, радоваться жизни. Нет, все равно он мерзнет. Лучше этого не делать. Кстати, еда, да-да, не надо забывать про еду. Нельзя забывать о пище. Кушай и грейся. Такс, а коробки все еще тухнут. Коробки все так же быстро сгорают. Но оно и понятно, они ведь картонные. Если бы можно было найти что-нибудь деревянное, то было бы очень круто. Тогда бы я смог развести неплохой костер, который поддерживал бы мою жизнь, по крайней мере, несколько часов. Такс, еще немного. Хорошо. Хорошо. Еще коробка. Давай. Ну же. Ну же. Хватайся. И, кстати, смотрите. Когда есть рядом тепло, смерти нет. Она просто не приходит. Видимо, она боится огня. И это к лучшему. Это меня радует. Такс. Осталось только позаботиться о пропитании. Тепло есть. Нужно как-то достать отсюда еду. Пищу. Ну, эх, как перевернуть. Давай. Ну, 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 давай, переворачивай, ну, малыш. Ну, может быть, как-то можно сдвинуть с места, и она просто выпадет сквозь стенку. Нет, это не работает. К сожалению, это не работает. И перевернуть не получается. Слишком мало сил у моего малыша, но все-таки одну карамельку я, походу, достал. Да. Какое счастье. Ха-ха-ха. Если бы еще можно было следить за временем, было бы круто. И мне, кстати, становится страшно. Я нахожусь посреди какой-то непонятной стройки. И вокруг нет вообще никого, ни души. И здесь темно. Вдруг строители придут, подумают, что я... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что я ворую их стройматериалы и убьют меня. Такое, интересно, может быть в этой игре или нет. Ну, поджигайся, коробка. Фух. Еще бы чуть-чуть, и все. И просрал бы единственную возможность. Так-с. Бери карамельку. Ну, 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 бери. Бери карамельку. И кушай ее. Ах, как-то ты быстро ее слопал. Блин, еда заканчивается. Еда заканчивается. Дольше оставаться я здесь не могу. И коробки тоже заканчиваются. Нужно будет куда-то сваливать. Правда, ночью бегать не особо-таки хочется куда-то. Фух. И снежинки иногда мне напоминают какие-то силуэты. Хм. У страха глаза велики. Теперь я понимаю смысл этой фразы. Когда ты чего-то боишься, ужас мерещится буквально везде. Блин, коробки закончились. Больше я не могу здесь оставаться. Больше не могу. Давайте возьмем батон, попробуем. И убежим отсюда. Давай. Ой, ой, ой. Начинаю мерзнуть. Блин. Блин, нет еды. Я мерзну. Придется, придется сваливать. Ай-яй-яй-яй-яй. Пищи не хватило. А где парк? Парк. Блин, я вышел с другой стороны. Так, давайте сначала подожжем коробку, чтобы не замерзнуть. Ах, бляха. Ты ж сволочь. Не появляйся, пожалуйста, больше никогда. Просрал спичку. Ужас. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не может быть. Я опять погиб. Ну, как так-то? Малыш, ну почему ты? Почему ты? Почему ты не дожил? Я практически заплакал, ребята. Мне его жалко. Опять я выжил 0 ночей. Еще меньше протянул, чем в прошлый раз. Так как так-то? Вроде бы было намного лучше, чем тогда. Эх, ладно. Думаю, в следующий раз у нас получится результат получше. Если вы, ребята, хотите увидеть продолжение, ставьте обязательно лайки, и продолжение будет. Если не хотите, не ставьте. Это ваше право, как всегда. Все зависит только от вас. Ну, а с вами был Перпетум или же Александр. Большое спасибо за внимание, друзья, за просмотр. До новых встреч, друзья. Всем удачи и всем пока.